Доклад под названием «Перезагрузка библиотеки. Избавляемся от стереотипов, создаем стратегию». Вам представит директор муниципального учреждения Тихвинская централизованная библиотечная система Нина Александровна Казначеева. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья библиотек. Еще раз я рада приветствовать всех на столь значительном библиотечном профессиональном форуме. В своем выступлении постараюсь опровергнуть устоявшиеся в обществе стойкие стереотипы по поводу библиотеки и библиотекарей. И расскажу о стратегических направлениях развития муниципального учреждения Тихвинская централизованная библиотечная система. В ситуации развернувшегося в современном мире информационного противоборства библиотека, как традиционный институт памяти, собиратель, хранитель и транслятор национальных культурных ценностей, становится объектом воздействия и объектом манипуляции. Культуро-отворческий потенциал библиотек нашего района и города очень высок. Сегодня библиотека — это синтез книг, встреч, общения, компьютерного обучения. Библиотеки во многих случаях являются не просто культурными учреждениями, а площадки для постановки возможного разрешения коммунитарных проблем, информационно-досуговыми центрами, где можно выйти в интернет, взять недоступную сети книгу, посетить фотовыставку, конференцию, встречу с писателями. Библиотеки Тихвинского района стремятся быть видимыми в местном сообществе, становятся для муниципального образования общественно значимой площадкой, уникальным интеллектуальным ресурсом. Активно занимаются социокультурной деятельностью. В библиотеках ставятся театрализованные представления, проводятся флешмобы, сотрудники принимают участие в просветительских акциях и городских праздниках, проводят интеллект-игры и квесты, пишут статьи, дают интервью, создают рекламу, трейлеры и видеопрезентации, общаются с известными и интересными людьми города, развивают социальное партнерство с различными учреждениями. Библиотека — это также место встречи единомышленников, людей, которых объединяет общие интересы и увлечения. Так, в библиотеках нашей системы работают пять любительских объединений, участниками которых являются 125 человек. О том, какое количество просветительных мероприятий в прошлом году было проведено, уже было сказано. Я хочу отметить лишь то, что особое значение имеют социо-культурные проекты, предполагающие участие в библиотеках в больших городских, региональных, общероссийских и даже вышли мы уже на международные мероприятия, которые делают библиотеку привлекательной для пользователей и привлекают к нам новых читателей. Ежегодно в библиотеках нашей системы реализуются порядка 15 проектов. Их цель — расширение, продвижение библиотечных услуг, развитие сотрудничества, популяризация библиотек в местном сообществе. В основном все проекты, которые реализуются в нашем учреждении, социально направленные. Назову лишь некоторые из них, потому что с некоторыми вы познакомитесь на дальнейших наших пленарных заседаниях. Информационно-образовательный Центр надежды по работе с инвалидами, созданный в Рецентральной районной библиотеке имени Марквинова. Проект «Рука помощи». Проект предполагает создание для людей с ограниченными возможностями здоровья условий для адаптации к социальной жизни, комфортное общение, творческое развитие и участие в культурно-досуговых мероприятиях. Городская библиотека имени Якова Ивановича Бередникова. Проект «В душе своей, как в алтаре, зажгите свечи». Это сотрудничество со следственным изолятором города Тихвина, СИЗУ-2. Для осужденных проводятся различные мероприятия познавательной, краеведческой, нравственной, художественной, эстетической направленности. Библиотека «Семейного чтения» филиал номер 3. Проект «Библиотека. Доступная всегда для особенных детей». Проводятся мероприятия с учащимися коррекционных классов школы номер 5 и приюта «Светвичок». Центральная районная библиотека имени Марквинова. Проект «Малый город. Большая история». Организация заочных краеведческих экскурсий по памятным местам города Тихвина. «Визитная карта Тихвина». Проект рассчитан на детей и взрослых. Библиотеки города являются активными участниками областных и международных проектов. Центральная детская библиотека на протяжении нескольких лет является партнером Ленинградской областной детской библиотеки в реализации международного проекта «Книжный путь. Буквей». Который предполагает ежегодное участие в интернет-конференциях, встречах в режиме онлайн с писателями, художниками, иллюстраторами детских книг, сверстниками из других регионов области. Также предполагается участие тихинских подростков в читательских экспедициях. В 2015 году один из этапов проекта проходил в Тихвине. Мы уверены, что проектная деятельность библиотеки будет развиваться и совершенствоваться. И в заключение я хочу сказать о том, какие мы видим векторы развития в обслуживании читателей. Во-первых, это обеспечение максимально открытого доступа к фондам библиотек. Хочу отметить, что во всех библиотеках города осуществлен открытый доступ к фондам библиотек.